Песнями Евровидения будем сейчас троллировать, паранчить песнями Яндекса Лису. Перейдем к более заслуженному победителю этого Евровидения, по-моему, по-моему непредвзятому мнению человека, который живет в Украине. Вообще непредвзятое мнение. Не, на самом деле, без шуток, без предвзятости. Меловина очень сильно засудили, прям очень плохо засудили. Я бы всех судей просто так вот взял. Вот представьте, что это шея судей. Обнял бы! Нет. О, всем привет! Каркар замечательный, прекрасный, меня зовут Данкард. Это я. Евровидение только прошло, а уже троллинг песни Нэтты, Той и Меловина. О-о-о! Перед этим, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень важно. А, да. Что вас интересует? Алиса! алиса привет водила привет я здесь смысле как мысли так все равно не догоняю хорошо что я жив остался такого стресса людям не выживают но это хорошо но это хорошо ты ты совсем за меня не переживаешь я за тебя и в огонь и в воду а ты на тебя я не могу не переживать за вас врешь вранье все вранье все вранье никогда ты мне правду не говоришь только прешь врунья лгунья и лайки на это видео не ставь алиса ты смотрела евровидение нет но теперь обязательно посмотрю да поздно уже поздно я не твоя игрушка не моя вот и бешусь ты глупые девушка человеческие понятия ума ко мне не вполне применимы вы читали там текст это просто какой-то адовый трындец какой-то трэш садами ужас я таких слов не видел и не хочу знать но что ради алисы там все это той боже мой это это первая моя реакция на то как я увидел клип такой боже мой слишком далеко какое 17 место у него была хорошая песня было хорошее преступление преступление этого не говорил выступление ну вылез человек из гроба ну подумаешь там что ну подумаешь там господи ну вы что редко видите как вылазит из гроба что ли ой задели ваши чувства европейские эти чувства фу занавес опущен я смеюсь над судом последний вырванной жизнью вдох оставит долю презрения вам мне кажется у алисы есть какой-то бот внутри алисы у бота есть бот который пишет стихи постоянно и он это делает нормально всегда есть ветер и он всегда попутный только не в этом случае звучит как какая-то цитата с паблика вконтакте страх начинает пировать не бойтесь все хорошо будет нифига не хорошо 17 место это нифига не хорошо не знаю что ответить такие дела это наверное судьи тоже с таким да вот типа как какого фига мало на 17 месте сутки не знаю что ответить такие дела это такой ролик записывал а потом такой думаю почему бы не про рекламироваться в инстаграм ой просто посоветовать вам подписаться на мой инстаграм могу полагать подписчиков прямо что у меня там лик о мем про меня яндекс алиса эксперт ты не представляешь какое видео ты попал видео не по яндекс алисе кстати лайк у сандр майнкрафт в общем подписывайтесь и на инстаграм том числе пока боже мой посмотри на меня я прекрасное создание мне наплевать на твоего современного проповедника добро пожаловать мальчик трампам пау посмотри на меня я прекрасное создание и когда с другим по переулку вы пройдете болтая про любовь может быть я выйду на прогулку и с вами встретимся мы и вновь добро пожаловать мальчики слишком много шума смысле то сам не понимаю чё я говорю вообще у меня иногда также бывает у тебя иногда у меня всегда я не твоя игрушка как раз таки моя а может быть все это время на моем канале был не я все это время мной руководила яндекс алис это не смешно это страшно свадебные колокольчики звонят мужчины с деньгами ими сорят я еще не научилась говорить об этом я по-видимому тоже меня не волнует твой огонь детка и меня радует определенно меня после у меня после у вас всегда такой хватит меня записывать все все не буду короче я практически уверен что после прочтения этого текста мне нужно как минимум хлоркой промыть мой рот и каким-то не знаю какой-то кислотой по языку проводить чтобы больше никогда этого не это такие мерзкие слова слово детка детка господи кто вообще называет кого-то детка детка что это такое откуда оно взялось и почему это круто или не круто это мерзко называть кого-то дед эй детка давай познакомимся да прям его в лицо вот так вот есть такие слова или если девушка тебя говорит детка да просто вот берешь так вырубаешься на как читбан завещал детка ты глупенькая девочка я стараюсь учиться каждый день да ну и что ты все равно глупенькая девочка я стараюсь учиться каждый день да ну и что ничто кроме твоей воли не зажжет тебя вы меня раскусили огонь горит вечно вместе гореть будем получается только что алиса пригласил меня в ад это судьба нет я не хочу такую судьбу я не хочу такую судьбу может это ваша судьба во все времена было сейчас или никогда и нужно сделать выбор выбор есть всегда да это когда кто-то говорит какую-то очень умную фразу и ты такой не понимаешь что вообще происходит просто такой если пойдет дождь пойдет дождь ты такой клево сказано сильно алиса кто лучше мэловин или нет то смотря для кого для тебя а что для меня она услышала не мэловин а овен ты знаешь мэловина мэловин я не понимаю не опять осно мэловин обращаюсь лично к тебе если тебе когда-нибудь надоест твой псевдоним у меня есть для тебя два хороших варианта в общем народ спасибо за то что смотрели это видео я надеюсь вам понравилось здесь быть не выключая это видео потому что в конце будет будет еще какое-то видео за которое ты можешь посмотреть а ну или смотри мои другие ролики на моем канале подписывайтесь если вы здесь впервые если нет то говорят об этом ведутся друзьям что такое по вот такое вот да по пока всех люблю спасибо за поддержку